Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все временные линии сходятся в этот момент времени. И когда вы знаете достаточно о проектах «Звездные врата» и «Зазеркалье», чтобы понимать, как работает теория струн, и как работает возможность возможностей, и что сделанный выбор здесь не обязательно означает, что другой выбор не может существовать в то же время, во времени. Но как только вы начинаете шевелить мозгами по поводу всей этой темы, вы обнаруживаете, что в конце 2012 года, если говорить простым языком, выбор, который мы делаем, становится все менее и менее значимым для будущего. И в конце концов, мы оказываемся только в этом узком временном проходе, независимо от того, какой выбор мы делаем. И это очень важно для людей, которые имели доступ к «Зазеркалью», потому что они использовали это «Зазеркалье», уже зная, что их сделанный выбор раскроется в будущем. Большой ошибкой было вычисление вероятности будущего. И когда мы начали пользоваться компьютером, скажем, ну если мы сделаем этот выбор, то с вероятностью 79%, что этот сценарий произойдет, а вероятность реализации этого сценария 23%, или что бы там ни было, какая-то круглая цифра, вот этот сценарий может произойти. И в то время было понятно, что это реалистично. Но если вы продолжите идти по этому пути, и в этой игре продолжит проявляться свобода воли, 79% вероятность иногда начинает меняться очень-очень быстро. И если вы посмотрите на ситуацию в определенный момент времени, она покажется очень реалистичной, что это величайшая возможность. Произошло то, что люди, очень умные люди, начали понимать, что надвигается что-то большое. Что-то, что сделало так, чтобы все вероятности, всех будущих сценариев, любого выбора, каждая вероятность того, что была введена в зазеркалье и наблюдалась в зазеркалье, по своей сути, заканчивались в одном и том же будущем. И никакое решение, никакая вероятность не изменились после определенного момента. Это большой секрет. Все возможные временные рамки ведут к одному и тому же основному набору истории в будущем. Это повергает в слепую панику всех, у кого есть вся информация, кто все знает. Люди, которые знают все о зазеркалье, которые получили все отчеты и всю информацию, мировая элита, вероятно поняли, что это был конец игры. Кроме того, им больше уже невозможно было ничем манипулировать. Когда я служил в армии, это было до 1997 года, когда я столкнулся с некими сложностями, это было одной из моих особых сфер, в которой я был удивительно интуитивен. Решение проблем, планирование миссии. Или, если быть более конкретным, надо было взять определенную плохую миссию и исправить ее, зная, как работает теория струн и возможное будущее. Это помогает очень быстро работать со своим разумом, видеть реальность того, что происходит, и определять, какие решения нужно принять для того, чтобы они повлекли за собой определенные изменения для достижения необходимого результата. В какой-то момент, после того, как компьютер произнес, что это будет происходить снова и снова, снова и снова, все, на чем они сосредоточились, заключалось в одном вопросе. Как это исправить? То, что я действительно знаю, так это то, что меня вызвали и попросили решить эту проблему. Проблему с сужением временных линий. И в конечном счете, проявив должную осмотрительность, я провел все расследования, хоть и обладал в основном только одной частью информации. И да, подтверждалось, что компьютер был прав. Все временные линии сходятся в одно какое-то неминуемое, какое-то неизбежное событие. Это было предсказано, это было пророчество, но они скармливали нам помои из того, во что мы должны поверить, что, по их мнению, должно произойти. На самом деле у них нет контроля над тем, что происходит. У них есть контроль только над реакцией. И кажется, независимо от того, что они пытаются сделать, чтобы получить желаемую реакцию, это будет иметь противоположный эффект. Мне намного проще объяснить сегодня, что это за процесс, в отличие от того времени. Если бы мне пришлось дать ему имя, я бы сказал, что это процесс пробуждения. Это эволюция сознания, которая не может, не будет. И независимо от того, какие решения или возможности вводятся в уравнение, в конечном итоге все это сводится к тому, что мы все узнаем правду и начнем осознавать эту огромную плотину лжи, которая была построена, которая удерживает от нас огромный объем знаний, которыми мы, в противном случае, должны были бы обладать. Что, по сути, произошло с Зазеркальем? Они не только не хотели, чтобы люди использовали его, потому что они знали, что оно во всех случаях отрыгнет ту же самую вещь, но и в то же время они не желали, чтобы кто-то еще знал, о чем оно говорит. Я в этом уверен, поскольку эта информация имела огромное значение, когда я был в армии, насчет того, как предотвратить эту неизбежность. Сначала я подумал, что это конец света. Теперь я вижу этот конец света как конец их света. Самой большой вишенкой на торте этого разговора, наверное, должен стать некий синопсис. Я бы хотел убедить всех, кто еще не в курсе, что все, во что мы верим, думая, что это является правдой, в конечном итоге становится реальностью. То есть, если кто-то убедит нас, что в самом ближайшем будущем произойдет крупная катастрофа, то в самом ближайшем будущем произойдет крупная катастрофа. Если мы не купимся на этот страх и поймем, что все, что мы якобы знаем, не произойдет, и просто примем все, что происходит сейчас, то тогда сужение временных линий произойдет настолько естественно, насколько это возможно. любые попытки уйти от этого неизбежного результата, я вижу, как они снова приводят к новому началу и концу этой реальности, начало чего-то, что мы даже не можем понять, исходя из наших нынешних убеждений. но когда вся эта информация хлынет наружу, тогда уже не будет никаких сомнений, что правда, а что ложь, или что иллюзия. Фактически, сейчас мы наблюдаем за двумя гроссмейстерами, сидящими за шахматной доской, и один из них смотрит на доску и видит, что за семь ходов он поставит мат, и он смотрит на своего противника и понимает, что его противник тоже это видит. Так что выхода нет. Получается, что проигравший может только продлить игру, но оба игрока знают, что игра окончена. Это только вопрос времени. Когда он сделает это, то вы вынуждены будете сделать вот это, а затем он должен будет сделать это, и в конечном итоге мат. Если бы мы, как краса, только могли понять, что игра окончена, что по правилам игры плохие парни уже проиграли, хорошие парни уже выиграли, да, на доске еще остались ходы, но эти ходы форсируются игроком, который собирается выиграть. Единственный способ, при котором мат не может состояться, это если игрок, который выигрывает, совершает ошибку. Но из всей информации, которую я собрал, всей информации, которая была мне передана, всей информации, которая, по моему убеждению, проверена, кажется довольно очевидным, что этот хороший игрок за шахматной доской точно знает, что нужно сделать, чтобы выиграть игру. Так что на этом этапе любая ошибка будет практически невозможна. Но опять же, вам действительно нужно понять игру, чтобы знать, что проигравший проиграл. И я уверен, что большинство людей, сидящих и наблюдающих за игрой в шахматы между двумя гроссмейстерами, поняли, что игра окончена уже после того, как сами оба игрока узнали, что она окончена. Потому что они не могут видеть шахматную доску и что осталось всего семь ходов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok